Играя в любимые игры, порой задумываешься, блин, над этой игрой, наверное, работала целая толпа профессионалов, так круто! Но что если любимый виртуальный мир, в котором вы живёте, был создан кем-то в одиночку? Всем привет, с вами Бабл, и это 5 популярных игр, созданных всего одним человеком. Поехали! Эта игра не славится безупречной графикой и оригинальным сюжетом, однако затягивает своей простотой и мультиплеером. Миллионы поклонников, положительные отзывы критиков, награды в соревнованиях. Всё это Майнкрафт. А положил начало игровому бестселлеру всего лишь один шведский программист, Маркус Персон, который позже создал свою компанию Mojang и начал тюнинговать легендарную игру, улучшая её шаг за шагом и увеличивая количество фанатов. Однако Маркус не считал себя топовым разработчиком игр. Он их создавал, так как получал от этого удовольствие и признавался в этом каждый раз перед сотрудниками своей компании. Кстати, на его место пришёл более перспективный человек, Йенс Бергенстен. Однако имя Маркуса навсегда останется в сердцах фанатов Майнкрафта. Дота. Я знаю, что ты играл в Доту, а если и не играл, то наверняка слышал о ней. Сейчас это легендарная мобо-игра, принадлежащая компании Valve. Но у всего великого есть своё начало. Первое упоминание о Доте лежит в далёком 2003 году, когда обычный 16-летний паренёк под псевдонимом Юл начал один разрабатывать мод для игры Warcraft 3. Дота начала набирать обороты, все были довольны и счастливы. Именно до дня, когда вышел Warcraft 3 Frozen Throne. Юл тогда не стал выпускать обновления, но он выложил исходники карты на просторы интернета. Сотни человек в панике взялись за дальнейшую разработку игры, но выделились только двое – Гинсу и Айс Фрог. Они продолжали разработку игры, шлифовали её день за днём и в итоге создали легендарную Дота Олл Старс. В скором времени всё вернулось на свои места. Паника поклонников утихла, а игра пошла к всемирной популярности. В наше время этой игрой уже почти никто не интересуется, кроме кинематографистов. Но никто не запрещал использовать её в качестве насмешек и оскорблений. Боже, сколько можно, ты чё там с Тетриса сидишь? Многим знакомо, не правда ли? Насколько популярной и достойной должна быть компьютерная игра, чтобы по её мотивам создали игровую приставку? Да-да, тот самый пластмассовый прямоугольник с кнопками и маленьким дисплеем. Тетрис был создан Алексеем Пожитновым в 80-х годах. Проект оказался настолько успешным, что к нашему земляку стали приезжать в гости программисты и главы компаний со всего мира. Однако, историю падающих фигурок всё же получил венгерский программист Роберт Стейн. Вам интересно, за сколько он её купил? За целых 0 долларов и 0 центов. Алексей Пожитнов просто подарил этот шедевр зарубежному предпринимателю. Возьмём песочные часы. Складываем с подкачанным воином и его кинжалами. Добавляем красивых цыганских девушек, щепотку невыполнимых миссий и вуаля. Принц Персии готов. Настоящий шедевр. Здесь есть всё. Графика, геймплей, сюжет, музыкальное сопровождение, наличие телефона, компьютерной и приставочной версии, фильм. Не хватает лишь театральных постановок. А за создание этой экшн-игрушки взялся Джордан Мекер, выпустивший её в 90-х годах. Ей не было равных, плавная анимация персонажей и увлекательность игрового процесса. Никто не мог сравниться с ним в те времена, разве что Квейк, выпущенный немного позже. Поначалу игра не пользовалась спросом и не показывала каких-то изюминок. Однако геймеры 90-х выдвинули её прямо в топ. Со временем людям было мало тех уровней первой части и стали выходить новые. Сегодня их насчитывается 9. Бомба на Б, трое на Зиги, один на Лоу ХП. Думаю вы поняли о чём идёт речь. Что они ожидали увидеть в этом списке КС. Этот повелитель шутеров тоже поначалу создавался лишь одним человеком, Мином Ли. До создания КС Мин Ли занимался разработкой модификаций Квейк 2. Вскоре он покинул компанию, так как хотел создать свою собственную игру. Долго он ничего не мог придумать, но вот в один прекрасный день он прочитал статью про терроризм и понял, что на основе этой статьи он создаст игру, которая изменит весь мир. Мин взялся за создание игры, но утаить это от лучшего друга Джейса Клиффа ему не удалось и он позвал его в разработку. И уже через полгода свет увидел тот самый КС. Игра по-настоящему взорвала рынок и казалось бы то, что поначалу было невозможным, воплотилось в реальность. Цель была достигнута и сегодня Counter-Strike является успешной франшизой, положившей начало новой эпохи шутеров. Также выражаю огромный респект тем ребятам, которые не были упомянуты в нашем топе, однако внесли неоценимый вклад в развитие игровой индустрии. Ну а с вами был Баббл, ставьте свой геймерский лайк, ну и конечно же расскажите об этом видео своим друзьям. До скорого! Субтитры подогнал «Симон»!